друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь ну что ж сегодня предлагаю начать с рынка нефти потому что нам друзья удалось провести самую выдающуюся сделку за мне кажется последний год за очень короткий промежуток времени мы фактически по бренду наблюдали за ростом со 100 долларов за баррель до текущей отметки почти в 119 долларов это 19 процентов роста движения без плеча это колоссальная прибыль и я надеюсь то что вы вместе со мной поучаствовали в этой на мой взгляд крайне предсказуемо однозначной и понятной сделки поскольку последовало такое значительно восходящее движение я уверен вы все уже знакомы с новостным фоном который связан с шестым пакетом финансово-экономических санкций распространяющийся в том числе энергетический сектор россии так вот по итогам первого дня саммита который состоялся вчера власти с согласовали частичный эмбарго все-таки такой термин действительно есть и он лег в основу тех договоренностей которые в итоге были достигнуты частичный эмбарго на поставки российских углеводородов предполагает запрет на поставку российских энергоресурсов танкерами и по мнению еврокомиссии на такой экспорта приходится примерно две трети всех а поставок которые идут в европу из россии соответственно поставки через труба проводы они по-прежнему сохраняются собственно такая мера опять же по мнению еврокомиссии позволит странам европейского союза сократить поставки нефти из россии более чем на 90 процентов к концу этого года честно говоря до самого последнего момента многие были уверены что все-таки страны ес не найдут общего языка вопросе общего знаменателя вопросе который предполагает такое сильное сокращение поставок мы помним отдельные страны знаем которые чрезмерно зависит от российских углеводородов и вроде бы как они накладывали действительно вето и не давали оформить единогласное решение всем комьюнити ес но судя потому что все-таки еще сохранили поставки через газа и нефтепроводы я думаю что их интересы вот как раз и учтены это отдельная отсылка сейчас к венгрии который как вы помните мы вчера обсуждали это понадобится до 4 лет чтобы заместить поставки российских углеводородов за счет альтернативных источников 1 реакция рынка нефти это рост который оправдан потому что если действительно поставки нефти сократятся больше чем на 90 процентов то тогда мировой рынок нефти нефтепродуктов потеряет больше трех миллионов баррелей этих поставок в сутки это много это много особенно сейчас когда рынок нуждается в росте предложений это много тогда когда смещаются к вид на ограничениях в китае и восстановление экономической активности требует большего предложения однако вместо этого предложения продолжает сокращаться поэтому тот кризис предложение который мы ждали именно рассинхрон между спросовым предложением это очень хорошая база на которой мы выстраивали сначала свою сделку длинную по нефти ждали что этот сценарий рано или поздно реализуется в итоге он реализовался и сейчас вот друзья все вознаграждены те кто рассчитывал на это был уверен что фундаментальный фон может сложиться только так а не иначе и соответственно смогли использовать этот фундаментальный фон эти новости чтобы неплохо заработать обязательно пишите в комментариях удалось ли вам поучаствовать в этом мощном ралли это ралли не одного дня друзья это ралли которая растянулась на несколько недель и поверьте если вы его упустили вы совершили самую большую ошибку не могу сказать что не стоит расстраиваться будут другие сделки я не уверен что ближайшее время будут сделки которые помогут за буквально считанные месяцы принести доход больше чем в девятнадцать процентов без использования плеча рынок нефти где вот эти максимумы куда может двинуть бренд в ближайшее время это очень хороший вопрос у нас была цель с вами 120 долларов за баррель я предлагаю как только мы ее сделаем все-таки на какое-то время оставить в покое нефтянку посмотреть как рынок поведет себя дальше не гнаться за сверх профитом хотя это сейчас очень заманчиво ведь такие-то новости но я предпочитаю друзья придерживаться конкретной идеи и когда она отрабатывает все-таки фиксировать профит который является доказательством того что система работает системный подход и верно принятые решения которые основаны на фундаментальном фоне способствует тому чтобы эти по счету по поводу других инвест идеи вкратце опять же сегодня на повестке экономического календаря в 12.00 нас ждут то данные по инфляции в еврозоне согласно прогнозам индекс потребительских цен еврозоне вырастет до 7 7 процента со 7 4 безусловно это годовой значение базовая инфляция остается в районе трех с половиной процентов очень интересно будет понаблюдать за евро как европейская валюта отреагирует на рост инфляции если рассуждать совсем уши по канонам экономической теории то конечно же рост инфляции особенно в свете того что ранее европейский центральный банк озвучил свои намерения тоже бороться с ней ужесточаем монетарную политику логичнее сегодня ждать продолжение рост европейской валюты я допускаю что такой сценарий в конечном счете будет реализован но европейская валюта очень высоко забралась уже в последнее время и честно говоря рост который мы наблюдали на прошлой неделе он как раз уже заложил в котировке вот это потенциальное решение и cb поднять ставку с отрицательной территории до нуля и какого-то взрывного дополнительного роста евро уже вряд ли получит поэтому я планомерно понимаю что евро доллар это инструмент который коррелирует с индексом американской валюты жду когда вырастет индекс доллара понимая что это произойдет момента заседания американского регулятора через две недели поэтому в течение этих двух недель и буду наблюдать за европейской валюты довольно таки спокойно не буду дергаться там купить а продать у меня есть шор друзья я знаю что этот шорт эта сделка принесет оплоды относительно скоро опять же когда развернется индекс американской валюты когда я уже отметил это тот самый период времени когда американский регулятор повысить ставку на 50 байсных пунктов и анонсирует запуск программы количественного ужесточения также сегодня еще на повестке экономического календаря отчет по ввп канады но на канадском долларе мы с вами уже заработали ожидая снижение пары доллар канадец до отметки 127 сегодня торговать по факту отчета я не буду новых сделок также вам не рекомендую открывать индекс доллара тот же уровень что и вчера 101 пункт 63 соответственно каких-либо движений в ближайшие две недели мощных не предвидится даже несмотря на то что на повестке этого этой пятницы предстоящей пятницы отчет non-farm параллс я думаю что сейчас в лучшем случае индекс доллара будет консолидироваться в диапазоне 101 103 пункта и это будет длиться в течение двух недель до заседания американского регулятора поэтому у вас есть возможность друзья за эти две недели созреть на открытие сделки по индексу доллара но не забывайте что фрс точно ужесточит монетарную политику он сделает это хотя бы потому что сейчас цены на бренд в районе 120 долларов за баррель и ровно через три месяца это период временного лага когда рост цен на нефтянку влияет на инфляцию ровно через три месяца фрс столкнется с запредельными уровнями инфляционного давления это будет уже максимум за 50 лет и кто знает возможно к осенью мы увидим в штатах галлопирующую инфляцию это когда индекс потребительских цен превысит двузначную территорию окажется выше 10 процентов эта инфляция которая требует большей проактивности со стороны американского регулятора более жесткой монетарной политики и вот как раз по этой причине мы с вами вернемся к траектории роста индекса американского доллара по другим финансовым активом пока у нас есть две недели запаса мы будем использовать этот период времени как возможность поработать с инструментами растущими на фоне улучшения рыночных настроений и неплохо использующими новостной фон связанный с коррекцией американского доллара это такой риск как австралийский доллар новозеландский доллар сделки по ним исключительно бычьи я рекомендую по австралийцы ждать отметки 0 73 по новозеландцу ориентироваться на движение пары в районе 0 67 очень агрессивное повышение ставок обоими регуляторами это то что будет закладываться в цены австралийцы и новозеландцы и на этом мы можем неплохо вырасти и американский фондовый рынок тоже вот эти две недели до заседания федрезерва я думаю что снп за этот период времени может упереться даже в сопротивлении в 4300 пунктов приток средств фонда акций за прошлую неделю превысил 20 миллиардов долларов это максимум за год нужно уважать такие цифры указывают которые указывают на то что потенциал краткосрочного роста сохраняется и он скорее всего последует тем более что американский фондовый рынок сейчас подогревается также снижением доходности 3 же с общей склонностью инвесторов к риску если в эту пятницу не разочаруют данные по нон-фарм перлс тогда рост будет опираться еще и на сильный фундаментальный макроэкономический отчет который может толкнуть индексы еще выше золото та же цель что и раньше 1880 1890 ждем отработки этой идеи я думаю что после роста цен на нефть в результате чего точно вырастет инфляция золото точно должны выиграть в ближайшие недели на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока